окей нам осталось в прошлом уроке мы не сделали это мы можем сейчас кстати сделать чуть-чуть сместить наши книги сместить на 10 кадров где-то назад выделяем g смещаем на 10 кадр так нам осталось сейчас добавить надписи цену ну и визуальные эффекты это не так-то много на самом-то деле но все-таки нужно сделать давайте перейдем на следующий слой где это будет все делается с shift-a images explain сразу ставим use alpha и emission and transparent находим находим нашу надпись create object extra object files находим лучшая цена импорт ротейт по иксу 90 ск включаем слой с книгами я думаю это будет вот такой вот размер будет идеале то же самое делаем shift-a images explain и выбираем прайс н.г. ротейт по иксу 90 так его тоже перемещаем на вот этот слой я думаю что цена принципе сейчас посмотрим как она выглядит так а я понимаю я остановился не мог понять что происходит они у нас просто слились с нашим бэкграундом поэтому там возникают какие-то артефакт давайте вот переместим так единица 0 рендер вот то что надо единственного цену я честно поднял бы чуть выше так ну все визуально меня устраивает единственное что вот эту можно сместить чуток сюда но будет визуально мне кажется красивее выглядит если так да и а нам нужно сделать их появление эффектным здесь shift с курсорту selected shift a mesh mesh plane x точнее shift a cube давайте сформируем какие и в предыдущем примере сформируем наш куб который будет играть роль заслонки такой которая перекрывает этот текст давайте z ну вот что то вроде этого и не таким широким его сделаем давайте перейдем в таб тоже сделаем верхнюю часть чуть такую пошире таб единица 0 так давайте посмотрим где у нас книги полностью падают вот упал в двадцатом кадре у нас мы можем начинать движение давайте сделаем ну это будет дадим название этому кубу cube mask текст переходим сюда выделяем текст сам переходим в модифайр буллин интерсект дифференс ну нажмем на пряжение дифференс здесь выбираем mask текст окей в этом ставим кадре в двадцатом ставим location перемещаемся в сороковой кадр и здесь ставим location то да то есть у нас в принципе будет здесь около почти две секунды прочитать это сообщение давайте посмотрим как это выглядит при рендере вот видите опять же нам нужно выбирать для него матери про правильно отображение где-то делается мы помним рейсибилити и здесь жмем камеру ну вот происходит то что нам надо он текст прорисовывается давайте то же самое повторим для цены вверху материал shift с курсорту selected shift а давайте тоже кьюб только куб мы будем чуть-чуть модернизировать чтобы у нас так давайте м сразу переместим на нужный слой чтобы он был у нас ну чтобы не все объекты появлялись по одинаковому какому-то там примеру да tab control r давайте добавим здесь лупов о жмем как-то вот так мы будем чуть-чуть сформируем нашу форму эти печь да он куда интересную придадим форму ну вот как-то так пускай будет то же самое делал двадцатом кадре ставим ой локэйшен 40 кадре так единица сороковом кадре где-то ставим тоже вот тут ай локэйшен это будет прайс маск прайс выбираем текст выбираем картинку точнее выбираем картинку точнее идем в модифайр буллин дифференс маск прайс смотрим что получается давайте посмотрим как это будет на рендере то же самое делаем переходим вот в эту вкладку рейвизиабилити камера снимаем камера так что то а мы же не через камеру смотрим так сейчас происходит не совсем ясные вещи для меня честно признаюсь вам мне кажется что мы поспешили поставить так поспешили поставить камеру там где ее не надо было ставить то есть вот как это происходит вот и цена у нас появляется видите такую вот даже не знаю как это назвать красивой такой формы то есть вот какой вы прием можете применять да меня устраивает просто видите камеру мы поставили выделение пошло на непосредственно саму цену и мы сняли на ней камеру она на форме на маске не поставили окей давайте теперь сделаем некий визуальный ряд в виде спецэффекта shift давайте даже не shift а линк опять же стилайзинг ве фикс я хочу все ку object все ку object делаем его локальным all так и перемещаем shift с selected selection ток курсор теперь включим нашу цену единица и давайте когда появится у нас давайте сделаем так сюда перенесем когда появится у нас цена сработает вот такой вот взрывчик давайте посмотрим как он там выглядит он слишком большой scale давайте посмотрим через камеру да взрывчик будет такой давайте займемся его расположением допшит переместимся только на этот то есть у нас по моему в сороковом кадре в сороковом кадре у нас полностью открывается наш объект даже я бы сказал где то вот в тридцать пятом кадре поэтому а и переходим g даже сказал бы вот в тридцатый кадр мы перемещаемся пам и давайте посмотрим как это выглядит там ну да давайте продублируем наш взрывчик мелкий shift d и его еще и уменьшим так здесь давайте поприкрываем 0 1 нам чуть-чуть нужно будет переместить буквально чуть-чуть перемещаем смотрим как получилось да окей с этим мы закончили теперь я бы хотел бы на нижней линии на самом то деле сделать action line который будет который мы делали мы делали на нашем наших надписях когда мы не мерили надпись только теперь мы не будем брать круг shift с курсор то то мы возьмем плей и сделаем следующее действие давайте его тап x вертиклс а w subdivide t и подразделим на несколько ну на десять в десять раз так тап теперь берем пропорциональное редактирование жмем о так она у нас была включена оказывается да жмем о и перемещаем в этот пейдж переместили так а здесь наоборот вверх так ну вот такая вот у нас линия получилась давайте ее наверное единица обращаем и чуть переместим вот как то так да alt c так shift а circle alt c давайте его переназовем форм for action line переместим его как всегда на какой-то слой и давайте его уменьшать вот через камеру смотреть чтобы это у нас не чересчур было ну я думаю нормально теперь давайте зададим линии материал материал у нас будет explosion circle material это раз второе теперь нам нужно его анимировать то есть движение у нас начинается где-то с тридцать с двадцать пятого кадра так что вот здесь у нас линия будет в единице ай ай так в двадцать пятом давайте даже в тридцатом кадре мы ее сделаем на 311 ай ай в сороковом кадре но оно у нас уходит сюда и здесь где-то на семисотом даже вот пускай так ай ай и естественно здесь линия полностью сходит на нет ай ай давайте посмотрим ну в принципе можно оставить так конечно оно слишком медленно давайте я все-таки сделаю как мне кажется будет лучше так у нас с лайн мы его такими назвали да оказывается давайте назовем назовем его action line так вот она появилась наша action line а давайте посмотрим ну смотрите здесь она идет абсолютно нормально но вот здесь она начинает то есть последних два нам мне кажется нужно сместить скейл точка 0 5 вот так и мы смещаем их то есть я уменьшил в два раза нажал с точка 0 5 то есть уменьшил в два раза и смотрим как это как это теперь выглядит я бы даже сказал что мы имеем полное право даже его сместить вот так и мне кажется будет идеально еще раз нет нет все таки так было лучше поэтому я оставляю так так ну давайте м переместим ее на там где визуальный эффект у нас полностью все что нам еще осталось осталось сделать анимацию ухода всей всей информации вот книги уходят у нас начинают движение да вот они начинают в 80 кадре с 80 кадра то есть нам нужно где-то в 70 кадре поставить ну я сделаю просто уменьшение на самом-то деле одного и второго объекта релатив как всегда не снимаем tab 0 ой s 0 есть выходим из режима редактирования то же самое здесь делаем tab s 0 выходим из режима редактирования единица 0 так жмем tab в 70 кадре ставим ключ здесь и здесь перемещаемся в 80 кадр где начинается движение и здесь увеличим до единицы и здесь тоже увеличим до единицы смотрим как это выглядит альта ну в целом очень хорошо то есть где-то на 110 кадре мы можем поставить конец анимации ctrl s и давайте посмотрим единственное что когда я делал подготовку до этого для этой анимации у меня были артефакты во время когда файлы ну точнее вот эти изображения становились меньше давайте посмотрим есть ли сейчас эти артефакты жмем рендер так ну полностью мы делать не будем потому что давайте вот так сделаем еще раз нажмем рендер ну как видите артефактов сейчас конечно трудно понять но артефактов нет и артефактов когда открываются объекты их тоже нет ну то есть это наверное либо где-то я что-то допустил какую-то небольшую ошибку либо у блендера прошлой версии был какой-то глюк с этим и то и то допустимо поэтому здесь я вижу что его нет поэтому я сохраняю этот файл ctrl s все на этом мы эту анимацию закончили и в следующем уроке мы начинаем следующую анимацию до следующего урока с и и и и и